Бывают времена, когда ночная тьма кажется безопаснее яркого солнечного света. Годами я изучал человеческий разум, исследуя такие глубины безумия, от которых большинство людей стремится отдалиться. И, возможно, привыкнув к этому, я воображал, что у меня больше не останется страхов, что разум и наука – последние оплоты, отделяющие нас от мрака неведения. Но с тех пор, как я переступил порог этой японской клиники, нечто неуловимо изменилось. Здесь, среди старых стен и узких коридоров, когда тьма наступает даже в самый светлый день, я понял – есть страхи, древние и глубокие, которые не поддаются объяснению, и ужас, который не скрыть в записях. Этой ночью я уселся за дневник, не имея определенного плана, но чувствуя непреодолимую потребность записывать все, что было пережито, или еще предстоит мне. Возможно, это единственный способ уберечь разум от воздействия всего, что мне предстоит услышать и увидеть. Дневники – это мой щит, который, надеюсь, удержит безумие на безопасном расстоянии, за страницами бумаги. Мой давний коллега и друг, доктор Ока, пригласил меня в эту больницу. Он известен по всей стране своими исследованиями в области паранойи и страха, и его приглашение для меня было лестью. Однако его письмо оставило во мне странное беспокойство. Ока, обычно человек сдержанный и методичный, писал в столь возбужденной манере, что я едва ли мог его узнать. «Ты должен приехать немедленно», – гласило его послание. «Здесь случаются вещи, которые не поддаются объяснению. Моя практика и знания, которые я накопил за всю свою жизнь, не помогают мне распутать этот клубок безумия и ужаса. Но, быть может, вдвоем мы сможем раскрыть их тайну». Приехав, я обнаружил, что у доктора Ока и в самом деле был повод для тревоги. На первый взгляд, его пациенты ничем не отличались от других душевнобольных, которых я встречал. И, тем не менее, их рассказы поразили меня до глубины души. Они называли разные имена, описывали разные случаи, но все они говорили об одном и том же страхе. Страхе перед сущностями, скрывающимися в ночи. Вампиры, слово которое звучит абсурдно в устах современных людей, особенно в наших стенах, где подчинение науке и логике должно быть абсолютным. Но их страх – не детские фантазии и непростое суеверие. Это нечто, захватившее их разум и пробудившее в них глубочайший ужас. В ходе первых дней я осознал, что не смогу отмахнуться от их страхов, даже если бы и захотел. Образы, которыми они описывают свои видения, не просто вымышлены, они слишком подробно детализированы, слишком глубоки, будто бы проросли в самой сердцевине их сознания. Я видел сотни случаев шизофрении, бредовых идей, мистических навязчивых состояний и ни разу не встречал ничего подобного. Эти люди страдают иначе, чем те, что верят в простые иллюзии. Их страдания странно физичны, и в этом их парадоксальность. Одному достаточно слабого проблеска света, чтобы закричать от боли и спрятаться за плотной тканью. Другой боится не света, но теней, словно их густота имеет особое значение, грозя затянуть его в какую-то потустороннюю пропасть. Третий же, самая загадочная личность из всех, утверждает, что сам является одним из ночных тварей, и его взгляд, исполненный неистовой уверенности, временами пробуждает во мне страх перед неизвестным. Записи – это все, что мне остается. Доктор Ока не предупредил меня, что сам стал жертвой страха, что его разум Кие, человек, который никогда не допускал мистических гипотез, также оказался во власти их слов. С первого вечера, когда я вошел в его кабинет, он смотрел на меня взглядом, в котором отражалась бездна, будто бы этот некогда уверенный человек познал тайну, изменившую его раз и навсегда. Его лицо осунулось, движения стали угловатыми и нервными, он избегает смотреть в глаза и говорит, опуская взгляд, почти шепотом, так, словно боится, что кто-то или что-то подслушивает его. Порой мне кажется, что даже стены здесь имеют какую-то память, будто клиника сама хранит воспоминания о том, что здесь произошло и об этих трех фигурах, чьи страхи вытравили свет из моего сознания. Сегодня я проведу свой первый официальный осмотр пациентов. Их имена – Нагао, Игараси и Мэй. Древний страх, поселившийся в их душах, воплотился у каждого по-своему, но что-то объединяет их, и это единство наполняет меня ледяной тревогой, которую я не могу ни объяснить, ни подавить. В каждом из них и в каждом его взгляде, слове, жесте присутствует нечто зловещее, как будто их страх не выдуман, а отражает неведомую реальность, которую мы с ока не в силах осознать. Есть ли у ночи границы, или же для тех, кто познал бездну, она становится бесконечной. Пациент 1. Нагао, сын Луны. 20 февраля 1998 года, когда я впервые вошел в комнату Нагао, ощущение тяжести и мрака тут же охватило меня. Сами стены комнаты, казалось, пропитывались той угнетающей атмосферой, что исходило от моего пациента. Нагао сидел в дальнем углу, почти сливаясь с тенями, и даже не поднял головы, когда я вошел, словно мое присутствие не имело для него никакого значения. Он выглядел так, будто бы срося со своим уголком мрака, словно покинуть его означало для него невыносимую потерю и, возможно, гибель. Я еще не успел сказать ни слова, но в моей душе уже зарождалась странная тревога, которую я не мог объяснить ни своим опытом, ни рациональными доводами. Я прошел ближе и, остановившись, произнес его имя. Нагао? Он медленно поднял голову, и мне показалось, что его глаза, углубленные, темные и без блеска, смотрят на меня так, как смотрит хищник на свою жертву, оценивая, не представляет ли она опасности. Я был поражен его бледностью, кожа его отливала болезненно сероватым оттенком, слишком гладкая, почти натянутая, и от этого его черты казались как будто высеченными из мертвого камня. Губы его узкие и бледные, едва заметно шевельнулись, когда он, наконец, произнес. «Вы и вправду пришли ко мне, доктор». Казалось, он вложил в эти слова глубокое разочарование, как будто ожидал кого-то совсем другого. Я сел напротив него, стараясь сохранять профессиональное спокойствие, но странное ощущение непроизвольно охватило меня. Я никогда не видел столь сильной неприязни и даже ненависти к свету в глазах человека. Хотя в комнате горела всего одна слабая лампа, Нагао отвернул лицо, словно этот слабый свет обжигал его кожу. Я спросил его, что он чувствует, когда свет касается его тела, и его ответ заставил меня содрогнуться. Каждый луч, как удар раскаленной стали. Свет, вот это яд, расползающийся по моим венам, отравляющий мое тело. Я избегаю солнца, как смертный избегает гнева богов. С каждым днем я все меньше могу его выносить, а с каждым годом моя кожа, моя плоть, они все меньше принадлежат этому миру. Я нахмурился, не в силах понять, насколько серьезно он говорит, но его тон и выражение лица, в котором странно сочетались боль и жестокая уверенность, пробуждали во мне чувства, которые я не привык испытывать. Когда я спросил его о семье, о прошлом, он едва заметно усмехнулся, и его улыбка была холодной, как сама смерть. Вы ведь не из любопытства это спрашиваете, доктор? Вы хотите понять, что я за человек, но разве мы люди? Нагаус слегка подался вперед, его глаза вдруг заблестели, и голос, тихий, но резкий, как лезвие, пронзил тишину комнаты. Мы не ваши люди. Мы не принадлежим этому свету. Мы живем во тьме и питаемся ее силой. Я тот, кого можно назвать одним из потомков древних, кто был на земле еще до появления вас. Я смотрел на него, не понимая, насколько серьезен его бред, но напряжение, исходившее от него, было столь реальным, что я едва сдержался, чтобы не отвести взгляд. Он словно завораживал своей уверенностью, гипнотизируя меня каждым словом, каждым шепотом, каждой тенью, падающей на его мертвенно-бледное лицо. В какой-то момент я услышал, как он тихо, почти неслышно, шепчет, глядя в пустоту перед собой. «Скоро!» «Скоро ты почувствуешь это!» «Тьма касается каждого, кто соприкасается со светом!» «Этот свет лишь временный плен, мираж, скрывающий нас!» «Я с трудом проглотил комок в горле!» «Нагао, что вы имеете в виду?» «Что за тьма, о которой вы говорите?» Я попытался придать своему голосу уверенность, но она звучала пусто, как пустая оболочка. Его глаза на мгновение стали холодными, лишенными всякой человеческой теплоты, и я почувствовал, как внутри меня поднимается ледяной страх. «Доктор, вы ведь понимаете, что я не просто человек. Я видел то, чего не видел никто из вас. Ночью, когда свет уходит, я выхожу на охоту. Я один из тех, кого вы боитесь, о ком рассказываете истории. Я питаюсь этой тьмой, и я не умру, пока свет не уйдет навсегда. Каждое слово пронзало меня, словно ледяной укол, и я почти почувствовал, как в моих венах застывает кровь. Я пытался отмахнуться, сказать себе, что это лишь один из симптомов тяжелого психического расстройства, но его голос, холодный и ровный, гнал прочь всякие попытки рационализации. И тут, будто услышав мои мысли, он произнес, «Вы не поверите мне? Никто не верит. Но однажды наступит ночь, и вы услышите зов. Вы почувствуете, как ваша плоть начинает гореть под светом, как горела моя. Тьма придет за вами, как пришла за мной. Его лицо на мгновение исказилось странной гримасой, как будто он переживал мучительную боль, и он протянул руки вперед, показывая свои запястья. На коже его виднелись многочисленные шрамы и язвочки. Мелкие, но такие, что я не мог не обратить на них внимания. Они были странно расположены, как будто их оставили чьи-то клыки, и мне стало трудно дышать. Эти раны, они не заживают. Я пытался избавиться от них, но каждый раз, когда я думаю, что они исчезли, они возвращаются как знак. Знак того, что я принадлежу ночи, а не свету. Я отпрянул, отступив на шаг, и внезапно ощутил странное беспокойство. Это не было привычное чувство страха перед психически больным человеком. Я был врачом, привыкшим к худшим проявлениям человеческого безумия, но в этот момент все во мне бунтовало, словно каждое мое инстинктивное чувство подсказывало мне «беги». Но я стоял неподвижно, прикованный его взглядом, как будто он, не двигаясь с места, впился в мою душу, цепляясь за нее, как цепляется жертва за последний луч света перед лицом неизбежной гибели. Ты тоже почувствуешь это, доктор. Ты скоро поймешь, что свет – и это лишь обман, созданный для тех, кто не видит истинной природы мира. Люди прячутся за светом, боясь того, что ждет их в тенях, но тени – это дом. Когда наступит твоя очередь, ты будешь кричать, умоляя, чтобы тьма приняла тебя, и тогда ты поймешь. Но будет уже поздно. Пациент 2. Игараси. Вечная тень. Игараси сидел в центре своей тесной комнаты, неподвижной, согнувшись так, будто боялся даже вздохнуть. Его взгляд, тусклый, безжизненный, был прикован к одной точке на полу, где, как мне казалось, не было ничего особенного, но для Игараси этот крошечный темный след, почти незаметное пятно на серой плитке, словно олицетворял какой-то ужас, который я не мог понять. При моем приближении он не сразу отреагировал, будто не замечал меня. Я даже ощутил странное облегчение, потому что его поза и взгляд казались воплощением застывшего страха. Он был весь, как сжатая пружина, натянутый, как зверь в западне, не способный ни кричать, ни вырываться. Когда я позвал его по имени, он медленно поднял голову, и в его глазах я не увидел ни одного проблеска надежды или облегчения. Лишь вязкая, бездонная пустота, полная невыразимой муки и какого-то обреченного понимания. Казалось, что он уже не здесь, что его разум погружен в мир, известный только ему. Впервые за годы практики я почувствовал, как внутри у меня пробудилось неясное беспокойство. На секунду мне показалось, что я оказался в чужом пространстве, где законы здравого смысла бессильны, а привычные методы врачебной логики просто бесполезны. «Доктор», – наконец вымолвил он с таким приглушенным отчаянием, что я невольно вздрогнул. «Простите, что беспокою, я просто не могу иначе. Днем мне легче, когда свет проникает сюда. Но как только наступает ночь, я молю, чтобы она не наступала. Я боюсь. Они ждут ночи, они наблюдают. Всегда». В его голосе был такой страх, что я почувствовал, как моя профессиональная отстраненность медленно, но верно уступает месту тревоге. Я сдержанно спросил, кого он имеет в виду, но Игараси не ответил. Лишь побледнел, его тонкие губы задрожали, и он прерывисто вдохнул, будто ему было тяжело даже говорить о своем ужасе. «Они живут в тенях, доктор. Прячутся там, где их не достать, где свет не может их коснуться. Каждую ночь я ощущаю их присутствие все ближе. Они как бы растворяются в темноте, становятся ею и ждут, пока я останусь один». Я пытался объяснить ему, что его страхи – это проекция подсознательных тревог. Но мои слова казались такими поверхностными, когда я видел, с какой абсолютной уверенностью он продолжал описывать эти видения. Они уже оставили свои следы на мне. Эти метки… Он вдруг поднял руки, показывая свои запястья. На них виднелись странные, глубокие шрамы, свежие и ровные, почти симметричные, точно вырезанные кем-то искусно. Руки его дрожали, как у человека, утратившего всякое мужество, всякую надежду на спасение. «Я их не трогал, доктор». Голос его задрожал. «Я никогда не прикасаюсь к своим запястьям. Эти метки оставили они. Они используют меня как… как напоминание для себя, что я их. Я не мог этого понять. Шрамы выглядели так, словно кто-то или что-то, возможно, острыми зубами. Впивался в его плоть, но, услышав слова Игараси, мне стало трудно отделить реальность от его иллюзий. Я с трудом заставил себя говорить спокойно, спросил его, что именно он видел и как давно все это началось. Он на мгновение замер, будто погруженный в страшные воспоминания, которые ему было невыносимо вспоминать. «Сначала это были просто тени», сказал он наконец. Его голос опустился до едва слышного шепота. «Я видел их, как расплывчатые силуэты, неясные образы в ночной темноте. Я не знал, что это они. Но с каждой ночью они становились все ближе, пока однажды я не открыл глаза и не увидел их стоящими у моей кровати. Их лица были пустыми, но их глаза светились жаждой, как у голодных зверей. Они словно бы разглядывали меня, но не просто как человека, как нечто, что они собираются использовать, забрать. Его дыхание стало частым и тяжелым. На секунду он замолчал, а затем добавил, «Они не двигаются, не говорят, просто стоят и смотрят. Иногда я закрываю глаза и молюсь, чтобы они исчезли, но это не помогает. Каждый раз, когда я просыпаюсь, они стоят еще ближе, а потом, потом я ощущаю, как их руки касаются меня, и тогда я не могу даже вздохнуть. Я хочу кричать, но они словно парализуют меня, забирают силу, пока их ледяные пальцы не оставляют на мне метки». Его голос дрожал, и в этой дрожи было что-то, что, казалось, передавалось и мне. И Гараси отвел взгляд и снова уставился в пустой угол комнаты. Его руки были плотно сцеплены, словно он пытался удержать себя от разрыва. Он медленно перевел взгляд на меня, и в его глазах я увидел то, что невозможно было рационализировать. Чистый, почти животный ужас, смешанный с невыразимой болью. Он продолжил. «Доктор, они здесь. Прямо сейчас они где-то здесь, в тени, и я чувствую их присутствие. Как только вы уйдете, как только свет исчезнет, они снова появятся. Они... Они всегда ждут, пока я останусь один. Я знаю, что не могу сбежать, не могу спрятаться. Ни двери, ни стены их не останавливают. Они найдут меня, где бы я ни был». Его шепот становился все тише, и казалось, что каждый звук его слов втягивает в себя что-то из самой тьмы. Я понял, что во мне тоже начинает просыпаться странное беспокойство, и даже мелькнула мысль взглянуть через плечо, убедиться, что комната действительно пуста. Глупость, конечно, но я уже не мог удержаться от такого импульса. «Почему именно вы и Гараси?» спросил я, надеясь, хоть как-то приблизиться к его подсознательной причине этого страха. «Почему они выбрали именно вас?» Он не сразу ответил, глядя на свои руки, сжимая их так, что пальцы его побелели, будто и тут он пытался удержаться за что-то. «Я не знаю», прошептал он, наконец. «Может, когда я был ребенком, я увидел что-то, чего не должен был видеть? Может, я случайно открыл дверь, когда они были совсем рядом, и с тех пор они считают меня своим? Или... Или они просто решили, что я им нужен? Мне кажется, они в самом деле не хотят убивать меня. Они хотят, чтобы я продолжал видеть их, чтобы я продолжал чувствовать их присутствие каждую ночь». Он снова замолчал, уставившись в угол, как будто видел там нечто невыразимое, что нельзя описать. Я даже не заметил, как мои руки сжались, пока не почувствовал легкую боль в суставах. Этот страх, его страх, казался настолько заразительным, что я невольно начал думать о тенях в комнате, как о реальных сущностях. Бред, конечно, но из этой комнаты, из этих рассказов Игараси было трудно просто выйти, как после обычного приема и переключиться на другой случай. «Доктор», вдруг прошептал он снова, «если они когда-нибудь найдут вас, если они придут к вам, вам уже не будет спасения. Они не просто придут однажды и исчезнут, они будут мучить, будут ждать. Они как голод, который невозможно утолить, и даже когда они уходят, они все равно возвращаются. Однажды вы откроете глаза, и они будут стоять у вашей кровати, смотря на вас так, будто вы часть их мира, и это уже никогда не изменится». Его голос пронзил меня, оставив холодный, липкий след. Я больше не мог находиться в этой комнате. Я тихо встал, стараясь не делать резких движений, и направился к двери. Игараси не смотрел на меня, его взгляд по-прежнему был прикован к одному из углов комнаты, где тени казались неподвижными и густыми, как застывшая темнота. Уже закрывая за собой дверь, я оглянулся и увидел, как он сжался, будто сгорбившись под тяжестью своего страха, а его глаза, большие и пустые, были устремлены туда, куда я уже не смел смотреть. Пациент 3. Мэй – свидетельница ночного ужаса. Когда я вошел в палату Мэй, она сидела на кровати, уставившись в окно, словно совершенно неосознавая моего присутствия. Казалось, что ее взгляд был устремлен куда-то далеко за пределы стекла, к чему-то, чего не было видно мне. Она выглядела истощенной, словно лишенной жизненных сил, и даже ее руки, покоившиеся на коленях, были бледны и неподвижны, как у мертвеца. Глаза Мэй казались мне особенно жуткими, большие, темные, полные неподдельного ужаса, которые она, похоже, больше не пыталась скрыть. В этом взгляде читалась такая глубокая боль и обреченность, что на мгновение я ощутил на себе тяжесть ее ужаса, как будто он был чем-то реальным, материальным, проникающим даже в мои мысли. Я присел напротив нее и мягко позвал по имени, но она не сразу обратила на меня внимание. Ее взгляд был стеклянным и пустым, будто она находилась в каком-то другом измерении. Только через несколько секунд, медленно и неохотно, она перевела глаза на меня, словно возвращаясь из глубокого мучительного сна. Пауза затянулась, и я уже начал подумывать, что не смогу добиться от нее ни слова, когда она вдруг неожиданно произнесла почти шепотом «Доктор, вы ведь тоже их видите, да?» Ее голос был таким хрупким и слабым, что я невольно почувствовал комок в горле. «Кого я должен видеть, Мэй?» спросил я, стараясь говорить мягко, чтобы не спугнуть ее. Она на секунду замерла, а затем глубоко вдохнула, словно готовясь к тому, чтобы вновь пережить свой ужас. Ее взгляд на мгновение ожил, но в этих глазах не было ничего, кроме ужаса. Казалось, что вся ее жизнь теперь сводится только к этому, к страху перед чем-то, что невозможно описать словами. «Они приходят ночью, доктор. Я видела их. Уже не один раз, и это не сон. Я знаю, что это не сон, потому что они оставляют следы». Голос Мэй становился все тише, как будто каждый звук причинял ей боль. Я спросил, что именно она видела, и она, слегка подрагивая, снова повернула голову к окну. Ее пальцы нервно зашевелились, и я заметил едва заметные следы на ее венах. Тонкие, почти незаметные следы от недавних порезов. Она должно быть поняла, что я смотрю на ее руки и резко спрятала их под покрывало, словно пытаясь скрыть что-то, что не должно было стать для меня известным. «Доктор, вы не понимаете», шепнула она с тревогой, глядя на меня. «Они приходят, когда становится совсем темно, когда весь мир уходит на покой. Они приходят из теней и вытягиваются к тебе, даже если ты спишь, даже если прячешься под одеялом». Я пыталась закрывать глаза, пыталась убедить себя, что это всего лишь страшный сон. Но, доктор, они не исчезают. Они настоящие. Я знаю, потому что они оставляют эти шрамы. Она замолчала, и я снова посмотрел на ее руки, сжатые так крепко, что костяшки побелели. Я предложил ей рассказать подробнее, понимая, что, вероятно, передо мной очередной случай паранойи, помноженный на глубочайшие внутренние страхи. Но ее рассказ превзошел мои ожидания. Однажды ночью начала она с дрожью в голосе, и ее взгляд снова устремился куда-то вглубь воспоминаний. Я проснулась, потому что почувствовала холод, очень сильный холод, такой, что пробрал меня до костей. Я не открывала глаз. Я боялась, что если посмотрю, то увижу нечто, нечто, что невозможно забыть. Но вдруг я услышала шаги. Я была уверена, что в комнате кто-то есть, и что этот кто-то не человек. Мэй обхватила себя руками, будто пытаясь согреться или защититься от того, что до сих пор жила в ее памяти. Она продолжала тихим, прерывистым шепотом, будто боялась, что ее слова могут оживить те образы, от которых она пыталась убежать. Я открыла глаза и увидела их. Они были бледны, словно призраки. Их лица, они не похожи на лица людей, в них не было ничего живого, ничего человеческого. Они смотрели на меня, прямо на меня, будто заглядывали мне в душу. Их глаза... Доктор, вы не представляете, какие у них глаза. Они как бездонные колодцы, тянущие тебя к себе, заставляющие забыть, что такое свет, что такое жизнь. Я пыталась закричать, но не могла, как будто все тело окаменело, и я могла только смотреть, пока они приближались. Она замолчала, и по ее щеке скатилась слеза, но она словно бы даже не замечала этого. Я сидел молча, не зная, что сказать, но не решаясь прервать ее, когда она снова заговорила, голосом, который звучал, как стон отчаяния. Они подошли ближе, и я почувствовала, как одна из этих фигур наклоняется ко мне, как ее лицо приближается к моей шее. Я думала, что умираю. Это было ощущение. Как будто все тепло вытягивается из меня, как будто сама жизнь покидает меня, утекает. Я была уверена, что они убьют меня, что никогда не проснусь снова. Я тихо спросил, как часто она видит их, и ее глаза снова оживились, наполнились лихорадочной, безумной энергией. Каждую ночь, доктор. Они приходят каждую ночь. Я чувствую их даже тогда, когда не вижу, чувствую, как тени в комнате оживают, и становятся чем-то большим, чем просто темнота. Они ждут меня. Ждут, чтобы снова приблизиться, чтобы снова прикоснуться, чтобы снова выпить из меня все, что у меня осталось. Иногда я вижу, как они стоят у окна, а иногда они рядом с кроватью. И, доктор, я не могу больше этого вынести. В ее голосе была невыразимая мольба, как будто она умоляла меня защитить ее от этого кошмара. Я внимательно посмотрел на ее запястье и снова заметил следы, которые никак не давали мне покоя. «Мэй, расскажите мне об этих шрамах», тихо попросил я. «Почему вы так уверены, что оставили их не вы сами?» Мэй вздрогнула, и в ее глазах мелькнул проблеск ужаса. Она прижала руки к груди, словно стараясь защитить себя от моих слов. «Я не знаю, как это объяснить, доктор, но они... Они оставляют их?» «Каждое утро я просыпаюсь с новыми следами, новыми порезами. Я не помню, как это происходит, но я уверена, что это их работа. Я не пытаюсь покончить с собой, если вы это хотите спросить. Я хочу жить, но они не дают мне покоя». Ее глаза снова наполнились слезами, и она судорожно вздохнула, будто воздух в комнате внезапно стал тяжелым и вязким. Я чувствовал, как ее страх начинает передаваться и мне, хотя прекрасно понимал, что его природа лежит в ее сознании, а не в объективной реальности. Но ее уверенность, ее холодные, цепляющиеся за меня руки заставляли меня чувствовать нечто сродни тому, что ощущала она сама. Мэй снова повернулась к окну, и ее голос стал едва слышным, словно она говорила не со мной, а с теми тенями, которые, как она верила, скрывались в углах комнаты. «Доктор, если они когда-нибудь придут за вами, вы тоже почувствуете это, почувствуете, как они вытягивают из вас жизнь, как они делают вас своим. Я не знаю, почему они выбрали меня, не знаю, за что мне это, но они всегда возвращаются, и однажды, однажды они просто заберут меня». Она закрыла лицо руками и молча заплакала, а я остался сидеть напротив, чувствуя, как моя собственная уверенность начинает давать трещину. Заключительная запись в дневнике психиатра. 3 марта 1999 год. Чем больше времени я провожу с этими людьми, тем сильнее убеждаюсь, что их страх – это не просто игра воображения. Странно даже писать это, но… Возможно, я уже не в силах игнорировать то, что с каждым днем просачивается в мои собственные мысли, словно тонкие нити тьмы, постепенно затягивающие меня в ловушку, которую, казалось бы, сам я и расплел. Мой разум твердит мне, что это психоз, что все, что рассказывают Нагао, Игараси и Мэй, лишь химера, порожденная их больными сознаниями. Но, боже мой, почему я чувствую себя так, будто сам медленно становлюсь их жертвой? Я читаю свои записи, свои же выводы и наблюдения, и в них слышится сухой, холодный голос науки, голос рациональности, коего меня учили всю жизнь. Но теперь, когда острые, размытые силуэты их страхов встают у меня перед глазами всякий раз, когда я закрываю дверь их палат, я не могу избавиться от ощущения, что моя жизнь превращается в мрачное, бесконечно глубокое эхо чужого кошмара. Вчера ночью, ложась в постель, я вдруг ощутил странное беспокойство. Словно вокруг меня вдруг собрались тени, едва ощутимые, холодные, ждущие, как хищники, что притаились и выжидают момента, чтобы приблизиться, когда я потеряю бдительность. Я попытался убедить себя, что это абсурдно, что это просто следствие многодневного общения с больными людьми, заражения чужими страхами. Я психиатр, я понимаю, как это работает, и все же, когда я засыпаю, я чувствую, как что-то словно бы вытягивает из меня энергию, как будто оставляя пустоту внутри. А в эту пустоту постепенно проникает их ужас. Даже тени в моей собственной комнате порой кажутся мне чем-то более, чем просто тьмой. Находясь среди пациентов, я не раз слышал их рассказы о том, как кто-то стоит у их кровати. Как нечто безмолвное приближается, вытягивая свою руку, оставляя следы метки, чтобы они знали, что они уже отмечены. Теперь, закрывая глаза, я сам почти слышу это дыхание, этот тяжелый медленный вдох и выдох, который словно бы резонирует в темноте, откуда-то издалека. Я не могу так просто отмахнуться от этого. Логика, рациональность, опыт, все это не избавляет меня от того липкого, холодного чувства, что сжимает мое сердце, когда я думаю о них. Нагао, Игараси и Мэй, они утверждают, что к ним приходят существа, скрытые от людского взора. Они уверены, что эти создания оставляют на них метки, что они медленно истощают их, забирая части их душ. Раньше это казалось мне болезненным бредом, бессвязными фантазиями, но теперь... В эти ночи, когда я остаюсь в одиночестве, я чувствую, как в моей комнате становится невыносимо тихо. И в этой тишине, пронзительной, давящей, мне кажется, что я слышу, как что-то приближается. Я говорил себе, что это всего лишь мои нервы, результат постоянного общения с больными, но чем чаще я остаюсь один, тем труднее мне в это верить. Когда я засыпаю, я уже не ощущаю себя в безопасности. Странный холод, будто бы омывает мои руки и шею, и я едва удерживаюсь от того, чтобы не оглянуться на темные углы комнаты, хотя я знаю, что это нелепо. Эти люди считают, что они потеряны для этого мира, что с каждым днем в их телах и душах остается все меньше жизни, все меньше света. Бред, конечно, и все же... В последние ночи я чувствую себя словно окутанным холодной пустотой, и мне кажется, что в моей собственной душе становится темно. Их истории, они звучат в моей голове, даже когда я пытаюсь уснуть. И с каждым днем я начинаю понимать, что, возможно, когда-то они и были такими же, как я. Людьми, уверенными в своей реальности, уверенными в свете. А потом что-то их настигло. Что-то, от чего они не смогли скрыться, что продолжает забирать их. Я хочу верить, что это просто мои мысли. Но что-то подсказывает мне, что к ним действительно приходит нечто древнее, чуждое, чего не объяснить с помощью науки. И я, возможно, тоже окажусь в числе тех, кого оно отметит своей тенью. Когда я думаю об этом, мне становится страшно закрывать глаза, страшно оставаться одному. В этих длинных коридорах больницы, среди тусклых ламп и пустых палат, я теперь слышу каждый звук, каждое шуршание, словно тени сгустились и затаились, поджидая, когда я останусь один, чтобы забрать меня туда, где не светит солнце, и где нет возможности закрыть глаза, не ощутив их присутствия. Боже, почему я пишу это? Я ведь знаю, что ничего нет. Я уверен, уверен, что это лишь плод моего воображения.